Цинковый завод в свое время дал путевку в жизни одному поколению беловчан. Это одно из предприятий, с которого начиналась история города. Николай Васильевич Тимошков почти 40 лет отдал родному Цинковому. Прошел путь от слесаря и плавильщика до мастера основного производства. На заслуженный отдых уходил в должности начальника охраны предприятия. Крепко прикипел с душой к своему коллективу. Да, вредное производство и не раз была возможность уйти, но он и мысли такой не допускал. И сегодня стоит вспомнить о родном заводе, о друзьях-металлургах, как начинает щемить сердце и слезы наворачиваются на глаза. Многих из них уже нет в живых, как нет и завода. Зато есть память. Коллектив был дружный, веселый. Мы всегда вместе отдыхали на турбазе, на доме рыбака. Спартакиадами заводскими запомнился, спортивными. Это и легкая атлетика, и футбол, и волейбол, где, надо сказать, что лидеров было много на заводе, но мы были самые сильные в наш цех. Мы практически все выигрывали. Запомнился еще, что я был консоргом завода. Вот такая яркая, насыщенная жизнь была у заводчан, которые получали удовольствие от труда, одновременно были активными общественниками, занимались спортом, участвовали в художественной самодеятельности. Не стареют душой ветераны. Многие из них не только до сих пор общаются друг с другом, но и устраивают различные мероприятия и спортивные состязания. К сожалению, часто встречаться не получается. Любовь Ишуткина очень тронута заботой и вниманием тем, что ее пригласили на торжественное собрание. Почти 30 лет Любовь Борисовна посвятила работе с детьми. Учитель начальных классов по воле судьбы оказалась в заводском детском саду. Прочисти, мне это понравилось, с детьми работать. И я решила как бы остаться в детском саду. Ну и заведующая желала, чтобы я осталась. В то время как раз была в детском саду подготовка детей к школе, обучение грамоте такое. А так как я учитель была начальных классов, то я была как бы нужна в это время как раз. В ее трудовой книжке вся страница исписана благодарностями. Любовь Борисовну хорошо знают в городе, ведь она воспитала сотни ребятейшек беловчан. И своих восьмерых детей с мужем вырастили. Всех в люди вывели, высшее образование дали. Я считаю себя счастливой, потому что я только радость от своих детей, от внуков получаю. Дай Бог каждому вырастить таких детей, как мои. На праздничное мероприятие виновников торжества отметили благодарственными письмами и почетными грамотами администрации Беловского городского округа и Совета народных депутатов. А творческие коллективы города радовали заслуженных металлургов музыкальными подарками.